Нужны ли прыжки с парашютом, чтобы полететь в космос? Это был первый вопрос. На данный момент развития нашей пилотируемой космонавтики прыжки с парашютом очень нужны, и, наверное, будут еще нужны очень долгое время, может, даже навсегда. Существует так называемая специальная парашютная подготовка космонавтов, которая является важнейшей частью на этапе общекосмической подготовки космонавта. Если сказать по-простому, то прыжок с парашютом – это уникальнейший детектор характера человека. Посредством того, как человек выполняет прыжки, как к ним готовится и какой у него результат после них, мы можем, психологи могут точно понять и объективно оценить, какой характер у человека, снять с него маску, которую он носит, общаясь с окружающими, можно сказать, вывернуть человека наизнанку, посмотреть, что у него внутри, в душе. И в результате можно понять, нужна ли ему вообще эта работа космонавта, или он станет большущей проблемой в полете, в том замкнутом пространстве, которое представляет собой космический полет. И мы можем заранее понять, будет ли кандидат к космонавту психологически совместим в составе экипажа, особенно в экстремальных ситуациях. Но и в то же время прыжок считается уникальнейшим тренажером для кандидата к космонавту. Прыжки с парашютом, они учат человека владеть собой в стрессовых ситуациях, что крайне важно и необходимо для успешного выполнения космического полета. Второй вопрос. Какое небо из космоса? Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, и точно, надо в космос отправить писателя, чтобы он описал нам творчески. Потому что сказать, что там красиво, изумительно, фантастично или там феерично, это значит ничего не сказать. На самом деле виды из космоса просто потрясающие. А небесные просторы, они манят к себе, восхищают. И на самом деле, если бы не было работать на станции, я бы, наверное, только и делал бы, чтобы проводил время у иллюминатора и смотрел бы все время на Землю, любовался ей. И закусывал космической едой, которая очень вкусная. И, кстати, на станции иллюминаторов не хватает. И я думаю, что когда мы будем строить новую станцию, нам надо обязательно делать больше иллюминаторов. Нам очень не хватает переднего носового иллюминатора, чтобы смотреть вперед, на перспективу. И вообще, если когда время позволяет, я стараюсь запечатлеть красоту нашей Земли на автопарад. Конечно, всех красот снимок не передает. И я, к сожалению, не профессионал-фотограф. Но все небесные красоты, которые я могу увидеть и понравившиеся, я стараюсь отправлять на сайт Роскосмоса. Роскосмос размещает их в различных соцсетях. И там можно посмотреть, кстати, не только мои снимки, но и снимки, которые сделаны космонавтами еще с прошлых полетов. До меня, кстати, летали профессионалы в своем деле, у которых свои выставки на Земле. Вы наверняка их знаете, этих космонавтов. И я советую просто посмотреть. Там очень есть, что посмотреть. Третий вопрос. Что такое прыжок с парашютами? Ну, как я уже говорил при ответе на прошлый вопрос, если коротко сказать, что прыжок с парашютом – это уникальнейший детектор, определитель характера человека. И в то же время тренажер для космонавта. Прыжок с парашютом – это реальное превращение человека в птицу, ощущение свободы полета, уверенности в себе. Ну и, конечно, в жизни космонавта – это неотъемлемая часть его профессиональной подготовки. Вот ваш покорный услуга повторял, повторял, и получилось 200 прыжков, к сожалению. Четвертый вопрос. Помните ли вы свой первый прыжок? И какие были ощущения? Ну, конечно же, помню. И был давно, в 86-м или 87-м году, это был осознанный поступок. Моих друзей из группы в техникуме по повестке из военкомата и по программе ДОСАВ призвали на подготовку на 10-дневную парашютную. Я напросил за компанию. Пошел в военкомат, получил повестку сам, выпросил. Чего в военкомате были очень удивлены. Это было зимой. Подготовили нас за три дня. А потом возили на аэродром, но прыжки все откладывали из-за непогоды. И в конце концов нас все-таки выкинули. И оказалось, самый ветреный день, потому что надо было уже следующих готовить. И мне это очень запомнилось, потому что мы всех скользили по снежному насту за куполами на перегонки, как яхты. И это был полный спектр чувств, ощущений, тревоги, страха, волнения перед куполом и радости и изумления после того, как он раскрылся. И еще больше радости, когда приземлился. И потом желание еще раз повторить. Ну и потом, конечно же, в течение жизни я их повторял, прыжки повторял. Пользовался любой возможностью, чтобы прыгнуть с различными компаниями. И в конце концов уже начал прыгать как кандидат в космонавты. И напрыгал 200 прыжков. Ну, это немного, потому что у нас есть монстры, которые по тысяче и по несколько тысяч прыжков делают. Но я могу сказать, что им просто повезло. Пятый вопрос. Что такое СППК? Ну, СППК это специальная парашютная подготовка космонавтов. И, как я уже говорил, это важнейшая часть этапа общей космической подготовки космонавтов. И говоря терминами психологов-инструкторов ЦПК, это сложно совмещенная деятельность в стрессовых ситуациях в условиях дефицита времени с обретением операторских навыков. По принципу вижу, думаю, говорю. В СППК кандидат в космонавты ведет репортаж в течение всего прыжка. Он решает логические задачи в свободном падении. Ведет репортаж, надиктовывает решение на диктофон. А далее психологи разбирают их, расшифруют аудио и делают выводы о характере человека. И выдают ему рекомендации для выполнения следующих прыжков. И СППК подталкивает человека к эволюции операторских качеств и стрессоустойчивости. Человек здорово меняется за период СППК. Всегда первый репортаж чрезвычайно многословен. Выглядит примерно так. Все, больше ничего нет. Вот весь репортаж. А последующие репортажи с каждым прыжком становятся все более информативнее, многословнее, четкие. И в конце подготовки СППК мы получаем оператора, который может в любых экстремальных ситуациях будет вести себя адекватно и не забывая вести репортаж при этом. Что может помочь, если вдруг была какая-то нештатная ситуация, извлечь из этой ситуации какие-то выводы, чтобы потом этой экстремальной ситуации не попадать в нее. Лично для меня СППК это семейно образующая подготовка. Я познакомился там со своей женой благодаря специальной парашютной подготовке космонавтов. И родственники жены сплошь парашютисты. Многоуважаемый честь. Тесть мастер парашютного спорта. А любимая теща укладчик парашютов. И она, кстати, сейчас трудится в ЦПК. Ну а я в космосе с завистью слежу за новостями с очередной СППК в Меделинске. И мне бы, конечно, хотелось бы там быть. Но, к сожалению, вот сейчас в космосе не получается. Шестой вопрос. Схожи ли ощущения невесомости и свободного падения? Схожи ли? Ну, конечно же, они не совсем схожи. В свободном падении есть поток воздуха и с воздушным напором примерно около 200 км в час. И, соответственно, за счет этого человек управляет своим телом. Воздух становится для него упругим, как подушка. А в невесомости здесь нет потока. И здесь движение происходит за счет инерции. Поэтому это принципиально разные понятия. И, конечно, ощущения не схожи. Но на самом деле ощущения восторга и удовольствия схожи. А вот ощущение опасности, собранности, готовности действовать в любой момент времени – это только у свободного падения. А невесомость, конечно, это же все большее ощущение блаженства, полной расслабленности. Но ненадолго. Если человек спортивный, то ему нужна нагрузка, как наркотик. Поэтому вот так поблаженствуешь пару-тройку дней, а потом уже места себе не находишь. Хочется почувствовать вес и нагрузку. Так что в чем-то, конечно, они схожи. Но в основном, конечно, это два разных понятия. Но вообще это стоит попробовать и то, и то. Советую. Остался у нас седьмой и восьмой вопрос. Седьмой. Есть взаимосвязь между небом и землей? Ну, сложный вопрос. Взаимосвязь наверняка какая-то есть. Вот стоя на земле, мы смотрим в небо, видим звезды. В космосе я тоже могу посмотреть. В космическое пространство тоже можно видеть звезды. И на землю тоже можем посмотреть и увидеть небо, которое окружает землю. Но на самом деле я бы хотел думать, что небо – это то, что отделяет нас от космоса. Как скафандр земли. Но, конечно же, это не так. Потому что скафандр земли – это его атмосфера и магнитное поле. Не знаю. Можете ли вы назвать себя человеком неба или космоса? Или космоса? Такой вопрос. Ну, если сказать антинаучно, можно сказать, что на небе жить невозможно. Можно лишь кратковременно взлететь на самолете и опуститься. А в космосе мы живем, например, почти полгода благодаря Международной космической станции. Если рассуждать в этом ключе, то, конечно, мы считаемся людьми космоса. Но вообще люди так или иначе – это люди неба и космоса. А я сам себя отношу к поклонникам как неба и космоса. Как сейчас говорят фанатикам того и другого. Но хочу сказать, что небо и космос – это что-то. И для меня небо и космос – это мое хобби. Все, что относится к космонавтике, я очень люблю. И стараюсь этому делу посвящать большую часть своей жизни. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok